Что такое дожинки, рассказывать белорусам не нужно. Уникальный традиционный обряд завершает сельскохозяйственный год. Это пора подведения итогов и награждений лучших. Зажинки же начинают процесс уборки. Это своего рода напоминание нашим соотечественникам о богатом фольклорном прошлом. Всегда это проходит весело и очень красиво. В открытом акционерном обществе Остромичи зажинки – это особый ритуал. Четкой даты у них нет. Все зависит от погоды, каким выдалось лето и как поспеет урожай. В этом году на празднике в хозяйстве много гостей. Руководители открытого акционерного общества, представители профсоюзного движения и, конечно же, водители и комбайнеры. Именно с их любовью и теплом будет собран очередной урожай зерновых. Более 1400 комбайнов по Брестской области и 2000 комбайнеров занято. Ну и на отвозке тысячи людей. Поэтому мы раньше называли это битвой с оружием. Это были заняты десятки тысяч. Сейчас, конечно, в связи с тем, что техника меняется, в разы уменьшается количество людей. Ну и условия труда, конечно, я помню, когда я пришел 40 лет назад, это были совсем другие условия труда. Любое большое дело в Остромичах начинается с духовного благословения, молебна и освящения уборочной техники. А после гости могут своими глазами увидеть настоящий народный обряд зажинок. Особое внимание здесь уделяют первому снопочку. Делать его, как правило, доверяют самой уважаемой женщине на селе в знак народной мудрости. Композицию украшают цветами, хранят как оберег до следующего сезона или дарят самым почетным гостям. Делаем и работу колхозную, и снопы делаем. Женем, ну такие, снопа. Тогда его раскладываем и по каждой громадке складываем. То, где мы их положим на громаду. Раньше чубика, вот так прикладываем. Возрождение народных обрядов все чаще поддерживают в разных регионах Беларуси. В Остромичах же традиции передаются из поколения в поколение и живут много лет. Такую преемственность местные жители считают особым секретом успешности предприятия. Во-первых, молодежь отсюда не спешит ехать в город. А во-вторых, уже много лет хозяйство является одним из успешных. Около 20 человек на сегодняшний день работают на уборке зерновых. То есть, это прессование, уборка зерновых, прессование, плоскость зерна, сушка КЗС, ну и уборка салона. Это около 20 человек работают. Плоскость небольшая, поэтому где-то планируем собрать 300-300 тысяч тонн зерновых. Ну, всех. И рапса, у нас 350-го рапса, где-то под 600-700 тонн рапса. В этом сценарии празднования, несмотря на дальнейшую механизированность уборки зерна, первые колоски срезают серпом. Затем дают виновникам праздника хлеборобам отведать коровая из муки прошлой страды. И только после, получив напутствие, комбайнеры и водители отправляются на уборку. За рулем комбайна и трактора Сергея Дицук уже больше двух десятков лет. За это время он успел не раз побывать в числе лучших. Считает свою работу ответственной и очень нужной – собирать золотое богатство родных полей. Ведь урожайный сезон кормит целый год. А на это не жалко ни сил, ни времени. Самое главное для хорошего настроения и уборки хорошая – это урожай на поле. Трестливое и хорошее, чтобы приятно, когда зерно сыпется в бункер. Зерцы радуются, душа радуются. Комбайны открытого акционерного общества «Остромичи» трудятся в поле с самого утра и до позднего вечера, как и многие их коллеги по республике. Уборочная кампания в стране в самом разгаре. Хлеборобы уверены – если погода будет благоприятствовать, урожай в этом году будет богатый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok